Привет друзья! Сеть слита, я так понимаю, что белорусы многие уже это знают. Сеть слита довольно большая переписка или перезвонка, скажем так, звонки и общение халуев-лукашенко, имеется ввиду его силовиков, силового блока, в которых они призывают в такой или иной степени бить, убивать или нарушать закон в отношении белорусов. В том числе и Караева, его переписка тоже слита, белорусы прекрасно переписка, я говорю. Его телефонные переговоры тоже слиты. Интересно, что это, кто не знает, это бывший министр внутренних дел Беларуси, кстати, по национальности ни разу не белорус, вот, и где он напрямую призывает к расправам, к внесудебным расправам над белорусами своих собственных подчиненных. Я вам сейчас, чтобы не быть голословным, я вам сейчас просто буду зачитывать кое-какие факты из того, что он натворил, и с надеждой, с большой надеждой, что этот человек в результате окажется нигде не будет в Гааге, потому что то, что он делал, и то, к чему он призывал своих подчиненных, это никак иначе, как геноцидом нельзя назвать, нарушением прав человека, или же массовым, точнее, массовым нарушением прав человека, по-другому я этого назвать не могу, вы только послушайте, что он говорит, там довольно будет много неприятных вещей о белорусах, как народе, но это не мои слова, это будет прямая речь Караева, я просто буду об этом рассказывать. Итак, эксперты проверили на правдивость сливов от Байпол, провели экспертизу аудиозаписей, слитых в марте 2021 декабря 2020 года. Перешедшие на сторону народа силовики утверждали, что на аудиозаписях голос Юрия Караева. Голос на аудио действительно очень похож на голос бывшего министра внутренних дел. В первой части, предположительно, Караев называл белорусов прямая речь, туповатыми, недалекими, жирными обывателями, ну и дальше там матерно, я не буду говорить. Там же он призывал слушателей находить тех, кто угрожает силовикам, прямая речь, все бросайте, находите эту тварь, убирайте. Что значит убирайте? Это говорит министр внутренних дел. Это лексика наемного убийцы. На второй аудиозаписи, предположительно, Караев называет Сергея Тихановского тварью, прямая речь, и жалеет, что его еще поздно посадили, прямая речь. Нет на него статьи, надо придумать и посадить его надолго. Пусть там сидит, пусть сдохнет там. Это как? Это министр внутренних дел? Это правоохоронец такое говорит? Ребят, такое может говорить только бандит с большой дороги, коим и является вся клика Лукашенко. И так далее, и так далее. То есть, что сделано было? Были проведены правовой инициативой фоноскопические исследования этих аудиозаписей, и получены результаты независимой экспертизы, которая и подтвердила голос Караева на аудиопленках. То есть, все это говорил он. А теперь представьте себе, что вот такие люди, разве он там был один такой? Там в верхушке МВД и КГБ все такие. Там, наверное, нет других. Представляете, кого вы 26 лет избирали? Кто вами руководил и продолжает руководить до сегодняшнего дня?